Привет, всем. Добро пожаловать на мой YouTube-канал «English for Everyone». Меня зовут Си Джей, и я здесь. Но человек себя называет Джеки Чен. Сделаем все, как всегда, интересно, удобно и вкусно. Друзья мои, поставьте лайк этому видео, и давайте приступать. Я даже не знал, как приготовить мясо. Да? Да. Я очень голодный. Я очень голодный, когда я увидел в ресторан, и люди говорят, что я не пойду. Я практичусь весь день. Да. Бакон, тост, милка, сэмвич. Бакон, тост, милка, сэмвич. Да. Я приступал в час, около 6 часов. Актрис, актрис, сэмми. Актрис, сэмми. Актрис, сэмми, сэмми. Сэмми, 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 сэмми. Да. Я претендую видеть меню. Да. Я не знаю, как я читаю. Я претендую видеть меню. Но потом, она приходит, «Милк, тост, бакон, и агг». Да, хорошо. Да. Актрис, сэмми, сэмми. Как бы ты хотел бы агг? 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 Аааа. Аггг? Горох. Агг. Ага. Ага. 羅х. Ага. Ага. В следующем этапе, когда люди ходят на велосипеде, я просто претендую. Вы можете всегда сказать, «бакон», «эгг», «тоаст», «милк», и тогда они не будут говорить. Это очень трудно. Когда я пришел, она, 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 она. Это трудно. И вы учите это в школе или вы просто учите это в детстве? Да, я учусь от ТВ. Американские фильмы. Американские песни. Как «hello», «hello», «ladies», «ladies», «you are always on my mind», «you are always on my mind». Я учусь от песни. Да, не слушайте рап, если вы будете в trouble. Если вы говорите это, я не понимаю. Я не понимаю, да. Я извиняюсь. О, не я, а другие люди? Да. Я говорю быстро, потому что они нью-йоркцы. Нью-йоркцы обычно говорят очень быстро. Это трудно, чтобы люди понимают, даже американцы. Но ваш английский хорошо. У меня хорошо? Да. Спасибо большое. Моя чинеская не такая хорошая. Все, что я знаю, это «egg roll». А? «Egg roll», ты знаешь это? «Egg roll»? Это американский чинеский. Вы любите «egg rolls»? Да. Хорошо. «Egg roll». Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами разберем каждое предложение. Я понимаю, что, возможно, кто-то уже прямо запаниковал. Вау, какое произношение у него. Хрен, что поймешь на самом деле. Но не будем помнить, что он из Китая, Джеки Чан. И, соответственно, у него есть свой акцент, как у каждого из нас есть свой акцент. А, тем более, разница в нации колоссальная в произношении на китайском языке, в произношении на английском языке. Но сейчас мы все с вами разберем детально. Давайте начнем. Будем просматривать фрагментарно. Я буду отматывать. И будем разбирать каждое предложение. Поехали. Вы говорите очень хорошо. Вы научили себя английский? Нет. Вы знаете, английский, я думаю, это самый сложный язык. Итак, переводим. You really, really speak well. Ты по-настоящему, по-настоящему говоришь хорошо. Did you teach yourself English? Ты изучал английский язык? Did you teach? Мы видим здесь вопрос и прошедшее время. Did you, то есть в прошедшем времени. Ты занимался, ты самообразовывался, ты сам себя обучал. Did you teach yourself? Вот как раз yourself указывает на самообразование. English. You speak really, really well. Did you teach yourself English? No. Он отрицает. No. Вот зараза, немножко не влезла у меня тут текст. Вроде бы на монтаже все было хорошо. Ну ладно. You know English. You know English. You know English is I think it's the most difficult language. No. Нет. You know, вы знаете, English is английский, это I think, я думаю, the most difficult language. It's the most, это самый difficult, тяжелый language. Язык. Ха! Говорит китаец. Ха-ха-ха. Там где шесть наречий. Ха-ха-ха. И там где одно и то же слово может звучать в шести разных вариантах в зависимости от интонации. О-о-о. Ха-ха-ха. Но я думаю это он пошутил. No. You know. English is I think it's the most difficult language. Yeah. It's hard. First time when I come to United States and learning, I just Ха-ха-ха. My name is Jackie Chan. I mean. Он говорит я имею ввиду. I mean. Его ведущая перебивает. Yeah. It's hard. Да. Он тяжелый. Yeah. It's hard. Очень быстро говорят. I mean it's hard. То есть они в унисон произносят. Но, друзья мои, не пугайтесь. Со временем вы тоже будете распознавать даже такой вариант, когда одновременно говорят люди. Все придет со временем. Вы думаете я прям сразу начал это распознавать? Нет. Я это делал. Со временем пришли эти навыки. Когда огромное количество английской речи уже переслушал в разных вариантах. С разными акцентами. С разными наречиями. Поэтому в принципе это все вас тоже ждет. Не переживайте. Главное работать. I mean. Я имею ввиду. Yeah. It's hard. Да. Он тяжелый. First time when I came to the United States. First time when I came to the United States. Ну по-моему он произнес ошибочно. Он сказал first time when I come. То есть он использовал глагол come пребывать в первой форме. Но опять же видим Джеки Чан здесь достаточно молодой. Еще не разобрался полностью со временами английского языка. О чем он дальше кстати и скажет. Поэтому мы здесь исправим его. И обратим внимание на то что необходимо сказать. First time. Впервые. В первый раз. When I came. Когда я прибыл. To the United States. Соединенные Штаты. Опять же. Друзья мои. Он сказал to United States. Но мы знаем что перед указанием конкретного места. В данном случае конкретика United States. Соединенные Штаты. Нам необходимо использовать артикль the. First time when I came to the United States. And I learn. И я учу. I just. Ха-ха. Hello. My name is JK Chen. I just. Ха-ха. Я только. И тут он так. Ха-ха. Hello. Произносил hello. Здравствуйте. My name. Меня зовут. Is JK Chen. То есть словарный запас был просто ничтожный. Мизерный. Even I don't know how to order food. Even I don't know how to order food. Даже. I don't know. Я не знаю. How to order food. Как заказать еду. Друзья мои. Здесь в данном случае он употребляет настоящее время. Простое настоящее время. И говорит. I don't know. Я не знаю. Не я не знал. I didn't know. А он говорит. То есть в данный момент. Ну как мы можем сказать. Я сижу и говорю ему. Хотя я могу в этот момент пересказывать прошедшее время. Какое-то прошедшее событие. То есть мы встретились с ним позавчера. И я сижу ему говорю. Вот видите. Вот в этом смысл. Мы позавчера встретились. Но я сижу ему говорю. Поэтому он тоже здесь говорит в этом времени. Even I don't know how to order food. Даже. Even I don't know. Я не знаю. How. Как. To order. Заказать. Food. Еду. Yeah. Yeah. Ну тут да. Да. Я очень голоден. Я очень голоден. И опять же он повторяет. I'm very hungry. Ну быстро говорит. В эмоциях. Я очень голоден. Then I see. И затем я вижу. The restaurant. Ресторан. Very hungry. Very hungry. Then I see the restaurant. Then people will... Видите, как он произносит restaurant? Как-то так. Restaurant. Restaurant. Ну это опять же его произношение, его конкретные особенности данного человека. Restaurant. Restaurant. Then people were in the line. Затем люди были в очереди. Okay. I'm not going. Хорошо. Я не собираюсь. I'm not going. Then I've been practiced the whole night. Then I've been practiced the whole night. Затем я практиковался. I've been practiced. Мы видим здесь время, когда мы подчеркиваем факт, что действие. Мы были заняты этим действием, но это уже наш факт. Мы совершили это действие. Then I've been practiced. Мы как бы подчеркиваем результат. Then I've been practiced the whole night. Затем я практиковался всю ночь. The whole. Всю. Night. Ночь. Hi. You're right. Yeah. You're right. Ты прав. Ну, то есть она здесь соглашается. Но, опять же, это вставные вот эти маленькие фразочки для того, чтобы поддержать, скажем, разговор и указать человеку на то, что вот вы с ним, вы в нём и вы прямо слушаете его внимательно. You're right. Yeah. И он так говорит. Yeah. Да. And bacon, toast, milk, sandwich. Bacon, toast, milk, sandwich. Okay. I was get up early in the morning, like 6 o'clock. Переводим. A bacon, toast, milk, sandwich. A bacon. Пекон. Toast. Toast. Milk. Ну, тост. Не тот тост, который мы произносим, а тост, тостерный хлеб. Toast. Milk. Молоко. Sandwich. Sandwich. И дальше он опять же повторяет. Bacon, toast, milk, sandwich. Okay. То есть вот всё уже заучил это и иду опять в ресторан. Okay. I was get up early in the morning, like at 6 o'clock. I was get up in the morning, like at 6 o'clock. Я проснулся, я поднялся in the morning, утром, like, приблизительно at 6 o'clock. В 6 утра. Then the actress, the waitress. Actress, waitress, same thing. Then the actress, и он путается. Then the actress, the waitress, и затем актрисы. О, официанты. И здесь она его подкалывает и говорит, actress, waitress, same thing. Актрисы, официанты. Это всё одно и то же. Всё это одинаковое. То есть, опять же, он парится. Он ещё не досконально знает английский, поэтому он путает слова. Actress, waitress, same thing. Актрисы, официанты. Одно и то же. Отвечает она ему. Перематываем. So, me at the table. Итак, я за столом. Then she gave me a menu. Затем она даёт мне меню. Внимательно, произношение. Menu. Menu. Give me a menu. Yeah. I pretend see the menu. I pretend see the menu. Я притворяюсь, что смотрю, вижу меню. Он ставит акцент на то, что ни черта не понимает. И вот сидит. I pretend see the menu. Я делаю вид, что я притворяюсь, что я читаю меню. Yeah. Тут она с ним соглашается. You are reading it. Ты читаешь это. То есть, опять же, они говорят о том моменте. И вот как бы пересказывают сюжетную линию. То происходящее действие в том моменте. И вот видите, как времена переплетаются. Поэтому, друзья мои, всё окей. Вы разберётесь. Всё, в принципе, то же самое, как и у нас. Я притворяюсь. Я притворяюсь. See the menu. Вижу меню. То есть, он говорит как бы о прошедшем времени. А она здесь как бы телепортируется в тот момент, когда он сидит. И она говорит. Yeah, you are reading it. Да, ты читаешь это. То есть, меню. Yeah. И он соглашается. Да. I don't know how to read. I pretend see the menu. I don't know how to read. Я не знаю, как читать. Right. Pretended it. Правильно. Притворяешься в этом. Pretend see the menu. Притворяюсь, что вижу меню. Later on, she coming back. Later on, she coming back. Later on. И позже она возвращается. То есть, вот он еще не прочитал это меню. Он не понимает вообще, как там читать, о чем речь. И она уже идет. И он в панике. Что же делать? Милк, тост, бекон, и яйцо. Milk, тост, бекон, и яйцо. Ну, думаю, это делался. То есть, он говорит. Заказ такой делает. Молоко, тост, бекон, и яйцо. Ну, как бы, все. Весь мой заказ. Хватит. Yeah, good. Ну, все, хорошо. Она говорит. Yeah. Да. Then she said. Как бы он не... Опять же, да? Произношение. Then she said. Then she said. Затем она говорит в прошедшем времени. Then she said. How would you like to egg? How would you like to egg? Опять же, он произносит. How would you like? Это здесь не особенность того, что он китайского происхождения. Речь идет о том, что, в принципе, в разговорном английском не говорится фраза How would you like? Они говорят. How would you? How would you like? How would you like? How would you like to egg? Как вы хотели бы яйца? То есть, речь идет о том, какого бы приготовления. How would you like to egg? Egg. 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 Яйцо. Яйцо. Yes. How would you like to egg? Yes. How would you like to egg? Да. Как вы предпочитали бы яйцо? Яйцо. No egg. Milk. Bacon. Sandwich. Не надо яйца. Потому что он понимает, что он не может объяснить. И он не может понять, что он ему произносит. No egg. Не нужно яйца. Milk. Молоко. Bacon. Bacon. Sandwich. That's it. И все, да? Ну, это уже я от себя добавляю. That's it. That's it. Означает и все. Хватит. Достаточно. American people very polite. Good morning. Hi. Good morning. Where are you from? From Hong Kong. Ah, Hong Kong is nice place. Бля-бля-бля-бля. Итак, переводим. American people very polite. Американцы. American people не переводится как американские люди. American people значит американцы. American people very polite. You know. Понимаете? Опять же, фраза you know не переводится как вы знаете. Можно, в принципе, и сказать, понять ее в контексте, если это того стоит. Если этому есть смысл. You know. Вы знаете. American people very polite. No. Американцы очень вежливы. Вы знаете. Но очень часто эта фраза используется в разговорном английском языке как уточнение в плане понимаете. То есть не you understand. Потому что you understand это в том случае, когда, например, конкретный глагол понимать. Это если вот я сел и разбираю задачу, математическую либо физическую, и я понял наконец-то, как ее решать. Фраза you know это как раз разговорная фраза о том, что, в принципе, понимаете ли вы, то есть о чем речь идет, да? American people very polite, you know? Very polite, you know. Good morning. Hi. Good morning. Where you from? Good morning. Доброе утро. То есть он тут указывает, когда люди встречаются, и вот они. Good morning. Доброе утро. Hi. Good morning. Привет. Доброе утро. Where you from? Откуда ты? From Hong Kong. Ah, Hong Kong is a nice place. Бля-бля-бля. А, о. Ну, тут опять же он подчеркивает о том, что мало знает слов, и он говорит from Hong Kong is a nice place. How? From Hong Kong is a nice place. Это хорошее место. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, то есть речь... Все, и он уже ни черта больше не понимает. Он понял единственную фразу. Hong Kong is a nice place. И все. И потом речь просто тараторит. Ах, 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 ах. The next time the people walk in elevator, I just pretend I naturally tie my shoes. Ах, ха-ха. И он говорит, the next time when the people walked in elevator. То есть речь идет о том, что это было в лифте, походу. The next time, следующий раз, when people, когда люди walked in elevator, Входили в elevator, это лифт. I just pretended, я предпочитал to tie, зашнуровывать, my shoes, мои туфли. Итак, она ему отвечает. Или ты всегда можешь сказать. Bacon, bacon, egg, яйцо, toast, toast, milk, молоко. Then they won't talk to you. Затем они не будут говорить с тобой. They'll think, будущее время, they will, сокращение. They'll think, они подумают, you are nuts. Друзья мои, в данном случае это слово переводится не как орех, а это жаргон. You are nuts, ты спятил, то есть ты сумасшедший. You are crazy, можно сказать, да, you are crazy, ты сумасшедший. Либо you are nuts, ты спятил. They'll think you are nuts. Затем они подумают, что ты спятил. Ну да, смотрят в лифте китаец, стоит и bacon, egg, toast, milk. Одно и то же. They'll think you are nuts. Да, друзья мои, вот и Джеки говорит все о том же, о чем многие из вас думали раньше, либо думают сейчас. So, very, very difficult. Итак, очень-очень тяжело to speak, говорить. When I came, she, he, and it, egg. Опять же, он говорит when, перечисляет все эти разные слова, да, с акцентом на то, что они местами меняются и видоизменяются. Он говорит when, I came, то есть указывает на то, что есть глагол come, первая форма, тут вторая came. И он не понимает, блин, в чем же разница, зачем так много слов. I came, she, he, он, она, it, egg. Опять же, приводит пример двух времен глагола кушать, есть. It, egg, есть, съел. Вот так вот. When I came, she, he, it, egg. И как бы хотел немножко ругнуться, но сдержался. Difficult. Difficult. Yeah. Difficult. Говорит он так, с восклицанием, difficult, тяжело. И она такая, difficult, тяжело. Yeah, да. And did you study it in school or you just learned it as an adult? Вот хорошая фраза, кстати. Did you study in a school or you just learned as an adult? Did you study? Видим прошедшее время в вопросительном предложении. Did в начале. Did you study? Ты изучал in a school, в школе, or you или ты just learned, and обучался as an adult? Как взрослый. То есть уже во взрослом возрасте. Помним N. Используем тогда, когда следующее слово после артикля начинается на гласный звук. An adult. Чтобы не было такого э-адалт. То есть это я в книгах, когда постоянно мы читаем. И я в первых своих уроках, два года назад, когда мы начинали только разбирать всю грамматику дословно, я все это там объясняю достаточно детально. Поэтому, друзья мои, если вы впервые попали на мой канал и вот на это видео, пожалуйста, листайте вниз моего канала, заходите в плейлисты, смотрите книги, которые опубликованы два года назад и год с лишним. Такие, например, как The Glass Box, The Journey's End. Пожалуйста, я всю грамматику разжевываю там просто элементарным языком. Можете почитать комментарии, люди вам это скажут за меня. По правде говоря, вот это really можно перевести как по правде говоря, по-настоящему, реально. То есть вы можете, в принципе, запомнить это как реально и привязать к нему разные синонимичные, скажем так, значения. По-настоящему, реально, по правде говоря, I learned, я обучался from TV, из телевизора. From TV? Она задает вопрос. Из телевизора? Yeah, from TV. Да, из телевизора. American movies, американские фильмы. Американские песни. Кто не знал, песня будет song. А певец? Можете как бы для начала запомнить Потому что пишется через J. Но произносится singer. Ну, без R в конце. Singer. Song. Songs. Singer. И он приводит примеры. Like hello, hello. Как hello. Здравствуйте. Здравствуйте. Ladies, дамы, дамы. You are always on my mind. You are always on my mind. Хороший певец, кстати, получился бы это, возможно, с Джеки Чена. Неплохо у него с интонацией. You are always on my mind. Вы всегда в моих мыслях. Вы всегда в моем сознании. You are always on my mind. You are always on my mind. Yeah, I just learned from songs and yeah. Yeah, don't listen to rap, you could get in trouble. Переводим. Yeah, I just learned from songs and yeah. Да. I just, yeah, всего лишь I learned, я обучался from songs. С песен. And yeah, и да. Здесь она его перебивает. Yeah, yeah, don't listen to rap, you could get in trouble. Yeah, да. Don't listen to rap. Не слушай рэп. You couldn't get in trouble. И ты не попадешь в проблему. You couldn't get in trouble. You start saying that kind of stuff. You start saying that kind of stuff, you know? You start saying, ты начнешь говорить that kind of stuff. Эти вещи. Ну, то есть, указывает на то, что в рэпе обычно там огромное количество нецензурной брани. И она ему говорит, you start saying that kind of stuff. Ты начнешь говорить эти вещи. You know? Опять же, ты понимаешь? You speak too fast. I really don't understand. I'm sorry. You speak too fast. I really don't understand. Oh, I'm sorry. You speak too fast. Вы говорите очень быстро. I really don't understand. Я по-настоящему не понимаю. Oh, I'm sorry. Она ему отвечает. Но в данном случае он идет речь не о ней конкретно. Oh, not me. Other people? И вот она его переспрашивает. Oh, not me. О, не я. Other people? Люди. Опять же, видим, люди это множественное число. Она ставит вопрос с интонацией. Естественно, are, глагол to be форме are, выносит в начало. Other people? Люди. Ты их имеешь в виду? Oh, not me. Other people? Not me. Other people? Yeah. Oh, yeah. I talk fast because New Yorkers, you know. I talk fast because New Yorkers. То есть, смотрите, очень быстро она произносит. Можете там на повторах потом переслушивать несколько раз. Она говорит, I talk fast because New Yorkers. Очень быстро. I talk, я говорю fast, быстро. Cause это сокращение от because. Вот видите, опять же, чем отличается разговорная речь от литературной речи. Мы бы в книге увидели бы, I talk fast because New Yorkers, you know. А здесь она говорит, I talk fast because New Yorkers, you know. Я говорю быстро. I talk fast because. Потому что New Yorkers. Житель Нью-Йорка. You know. Понимаешь? То есть, делает на что-то акцент. Сейчас поймем. New Yorkers generally talk very fast. New Yorkers generally talk very fast. Жители Нью-Йорка generally, обычно, talk very fast. Говорят очень быстро. То есть, тараторят. It's hard for people to understand. Even Americans. But you, your English is okay. Mine is okay? Yes. Thanks a lot. Переводим. Немножко не вместилось. It is. It's. Сокращение. It's hard to people understand. Это тяжело людям понять. Even Americans. Даже американцам. То есть, даже американцы не могут понять Нью-Йорксов. But you, your English is okay. But you, English. But you. Опять же, он говорит, but you. Я тут повелся. Ошибка. But your English is okay. Но ваш английский хороший. Mine is okay. Мой хороший. Thanks a lot. Спасибо большое. Mine is okay? Yes. Thanks a lot. My Chinese isn't so good. My Chinese isn't so good. Мой китайский. Не такой хороший. Ну, прикалывается она здесь. Все, что я знаю, это яичный ролл. Все, что я знаю, это яичный ролл. Egg roll, you know this? Яичный ролл. Ты знаешь об этом? Egg roll, you know this? Egg roll? It's an American Chinese food. Это американо-китайская еда. Друзья мои, когда стоит тире между странами, это непосредственно указывает на то, что американо-китайская. Германо-французская. Французо-итальянская. И так далее. It's an American Chinese food. Это американо-китайская еда. Do you like egg rolls? Тебе нравятся яичные роллы? Yes, да, yeah, yeah, all right, отлично, хорошо, замечательно. Германо-китайская еда. Диана-китайская еда. Германо-катерская еда. Да, tôi законодан farmer. Я приду из пivos meet какikka, я душе настроение к каким-тое. Духattform Etherцев. Даком-катерскую емко... Она придeu decor自 Weight Manage. Она купила мне меню. Я дует видеть меню. Я не знаю, как его слушать, когда туświadку наблюдала. А мой вопрос depois 데�юンся вернутой satu кварти노. Город, ded're рыбкой, а pilk, аж лая. Я хорошо? Она говорит, как тебе нравится лая? house глядю? я говорю, ну как бы чтобы рыбей? Nein,asil, масок. Микус, аж лак. Американские люди, очень милые, знают, «Good morning», «Hi, good morning», «Where are you from?», «From Hong Kong». «Ah, Hong Kong's a nice place, blah, blah, blah». The next time the people walk in the elevator, I just pretend time is huge. Or you can always say «бакон», «egg», «toast», «милк», and then they won't talk to you, they'll think they're nuts. So, very difficult to speak, when I came, she, he, and it, ah, difficult. Difficult. And did you study it in school, or you just learned it as an adult? Really, I learned from TV. From TV. Yeah, from TV. And American movies, American songs, like, «Hello, oh, hello, ladies, ladies, you are always on my mind, you are always on my mind». You know, I, yeah, I just, I learned from songs, and, and, yeah. Yeah, don't listen to rap, you could get in trouble. You start saying that kind of stuff, you know. If you speak too fast, I really don't understand, yeah. I'm sorry. Oh, not me, other people? Yeah. Oh, yeah, I talk fast because of New Yorkers, you know. New Yorkers generally talk very fast. It's hard for people to understand, even Americans. But your English is okay. Mine is okay? Yes. Thanks a lot. My Chinese isn't so good. All I know is egg roll. Huh? Egg roll, you know this? Egg roll? It's an American Chinese food. Do you like egg rolls? Yes. Yeah, alright. Итак, дорогие друзья, вот мы с вами разобрали еще один отрывок, небольшой разговор между Джеки Чаном и ведущей телешоу, ток-шоу. Они посмеялись. Мы послушали с вами произношение англоязычного, но с китайским акцентом. Мы послушали, как говорит американка, в данном случае ведущая данного ток-шоу. Это американский говор. Я надеюсь, вы уловили разницу. Опять же, вы слушаете мой говор. Видите, три разных акцента. Поэтому напишите, пожалуйста, чей говор вы лучше понимаете. Джеки Чана или мой? Да, но это была шутка. Ну, можете, конечно, написать. Комментарии не помешают. Друзья мои, надеюсь, вам данный формат нравится. Вижу по предыдущему видео в топе ролик просто огромное количество комментариев, лайков больше, чем обычно. Это, опять же, указывает мне на то, что такой формат вам, я кто кажет в Украине, да вподобие. Как говорят в Украине, нравится. Друзья мои, поэтому прошу вас в очередной раз поставьте лайк этому видео, потому что лайки позволяют видео пробивать в топ и предлагать большому количеству аудитории в интернете. Вы помогаете таким образом мне, я помогаю вам как могу и как знаю. Друзья мои, спасибо, что остаетесь со мной. И как всегда. Be happy. Be intelligent. Be free. Be alive. See you soon. See you tomorrow. See you next time. И не забывайте подписываться на мой новый канал. Ссылка будет в описании и под этим видео. Thank you very much. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok